Всем привет! Сегодня у меня вообще в планах было выехать на новый участок речушки с лайтиком и поисследовать речку. Но на днях, точнее на неделе на этой, я получил посылочку долгожданную, ждал очень долго. И план, конечно, решил поменять и выбраться, покидать, посмотреть что и как и почему. Что ко мне пришло, что в посылке. Сейчас дойдем до места, распечатаю, все покажу, расскажу, что, зачем, ну и почему. Покидаемся посмотреть. Так, на месте. Посмотрим, что же за посылочек ко мне пришла и чего я так долго ждал, что там внутри. Вот такая вот небольшая упаковочка. И сейчас мы ее вскроем и, соответственно, взглянем. Ножичек, ножичек, ножичек. Вообще, ждал я ее практически до, сколько скажу, больше, чем, наверное, два месяца. Не, меньше. Ну да, почти два месяца. Ну, дело в том, что на самом деле пришла она очень быстро. Буквально там две, максимум три недели после отправки. А вот отправки как раз таки я ждал больше месяца. Но тут не вина продавца. Тут вина скорее паники по поводу пандемии коронавируса. Ну, да ладно. То есть, невозможно было отправить просто-напросто посылку. Ну, да ладно. В общем, она у меня. Я, в принципе, никуда не спешил, поэтому особо и не волновался. Знал, что она дойдет рано или поздно, ничего не приключится с ней. Посылочка, скажем, почему не спешил? Потому что то, что там внутри, оно у меня рассчитано на осень. А сейчас у нас весна. Так что можно было полгода не идти. О, не дорезал. Это же, я мое. Холодно сегодня, кстати, руки не слушаются уже. В общем, скрыты. С крылья. Скрыты. Так. А что у нас там внутри? А внутри у нас там... Та-дам! Курада DC. Ну, да. В общем, там у нас катушечка. Я ее приобрел себе под полтораунцовую козочку. Для того, чтобы иметь с собой на рыбалках щучьих два комплекта. То есть, один, соответственно, мой Сент-Крой до 20-1. Ну, и полуторунцовая козочка. То есть, это, соответственно, один сотый, 110-й. Там, 90-й, 110-й. А второй же 130-й и выше. То есть, она у меня будет работать, соответственно, от 130-й и вверх. Положим. А внутри у нас пустота. Обалдеть. Вот такая вот пустота. Короче, обманул продавец. Не, шучу. На самом деле, никто никого не обманул. Да я тут пошутил. Дело в том, что я, конечно же, открыл посылку дома. Еще когда она пришла ко мне на неделе. И намотал туда шнурочек. Вот. И поставил в кнопы. Заказал себе еще подшипнички. То есть, чтобы уже сегодня на покидушках, на этих, быть готовым, так сказать. И уже ловить. Не тратить время. И вообще, я уже, в принципе, покидался. Поэтому первые впечатления есть. И сейчас я с вами этими впечатлениями поделюсь. Только немножко хлебну пивка. Пивка хотел сказать. И сказал. Черт. Оговорка по Фрейду. Холодненького пивка захотелось. Ладно. Сейчас хлебну горячего чайка. Потому что сегодня что-то у нас похолодало. Резко вылилась температура градусов на 10. А то и 15. И сейчас утром было, ну, там чуть больше нуля. Плюс-минус. Там 2-3 градуса. Как-то холодно. Короче, замерз из-за этих покидушков. Плюс еще северный ветер. И он был в лицо. И это было, блин, реально. Руки сейчас вот отходят. Только-только отходят. Так что попью немножко чайку и расскажу. Ну что, начинаем. Как я и говорил, планирую я с этой катушечкой работать от 20 грамм и вверх. Там где-то грамм. Ну, пока это полутора унцовка. Возможно появится 3-х унцовка. То есть, примерно в этом весе. Вот 20 и вверх. Так что смысла, наверное, ниже ставить нет. Ну, может, еще сегодня. Посмотрим. Вода поднялась. Ну, наверное, метр-полтора. Раньше здесь вот я спокойно ходил по берегу. Так что метр, я думаю, точно прибыло. Посмотрим. Надеюсь, монтера цеплять не будет. Ладно. В общем, первый заброс. Как говорится, настройки вроде как для, скажем, тупых, извините за выражение, но не совсем муных. То есть, мне подходит. Ставим на единичку, когда ветра нет. Ставим на двоечку, когда ветер есть. Ну и, в принципе, все. Сейчас у нас ветра, можно сказать, нет. Хотя, блин, холодно. Похолодало. Ладно, первый заброс. Прямо стрёмно-стрёмно. Страшно-страшно. Поехали. Ну, вроде бы солнышко выглянуло. Я хоть вышел из тени. И чаек помогает. Руки уже более-менее согрелись. Продолжим. Значит, что я могу сказать. Сначала я планировал и уже практически приобрел Diva HLC-зелён. То есть, HLC-зелён. Но, в итоге, потом задал вопрос в группе на фейсбуке. Плюс поспрашивал у знакомых. И они посоветовали, да и в группе тоже посоветовали, что, в принципе, нечего переплачивать для этих целей, задачи, которые я ставлю перед собой, перед этой катушкой. Вполне хватит Курада DC. Нет смысла, в общем. Плюс новая это DC-шная тормозилка. Как мне сказали, так как я люблю воблеры. Ну, и все говорят, да, что она очень хорошо работает с воблерами. И я буду приятно удивлён. В общем, советовали брать. Стоит попробовать. Называется, взял. Ну и попробовал. И скажу так, что однозначно не разочарован. Вот. Мне понравилось. То есть, работа у катушки, у тормозилки, в принципе, такая приятная, адекватная. И печаль, беда. Кто говорил, что перебежек нету? Хотя я вроде бы кидал не сильно. Не вкладывался. Беда, беда. Ну ладно. Будем считать, что это руки. А звук такой прикольный, кстати. Ладно. Второй заброс. Ну прикольно. Я не вкладывался. Хотя там ветер немного есть. Ну ладно. Я не вкладывался. И вот этот звук, который я даже немного переживал, когда выбирал Катю, переживал, что вот этот вот свист прям будет раздражать. Ну честно, пока нет. Посмотрим. Немного подергаем, то есть покидаем. Если прям очень будет сильно раздражать, то это, конечно, будет бесконечно. Я, конечно, местами уже перебарщивал. Там вообще пальцем не подтормаживал шпулю нигде, а кидая даже против ветра. Ах, хорошо тормозит. На самом деле хорошо. Сейчас кинул, бросил ветром. И, блин, вообще палец убрал. Ну так, по привычке держал близко, да? Но не заметил, чтобы шнур как-то вспыхал. Но дальняя однозначно сразу же упала. Потому что, видно, катушка тормозила. Я старалась все это дело подавить. Ну и поэтому получил несколько перебежек, бород и одну такую, блин, галимую врезку, которая потратила у меня 20 минут времени на распутывание. Перебор с резкостью. Врезала просто, надо что-то вообще жесть вырезала. Не нужно быть излишне самоуверенным и рассчитывать на, так скажем, цифровые технологии. Надо все-таки и пальчиком работать тоже. Ладно. В общем, порадовала катушка, реально. На двоечке против ветра, как рассчитано, да? То есть здесь несколько режимов. И единичка, соответственно, в безветренную погоду. Вот, двоечка в ветреную погоду. Я... Сегодня были порывы ветра. Я бросал против ветра с двоечкой. И она действительно хорошо работает, справляется. Что еще хочу сказать? В принципе, даже когда дома я ее взял в руку, примерил к корзочке, так скажем, мне нравится, как она лежит в руке. Это очень важно, я считаю. Вот, потому что если катушечка, ну, не легла ни в руку, ни к сердцу, ну, то, ну, как-то она будет не особо, да. Она мне очень понравилась, как она лежит. И визуально такая, скажем, хищная катушка, хищная внешность. Вот. И придраться к дизайну я не могу. Например, другие дизайны от Шамана мне вот так себе нравится. Например, тот же самый Бантам рассматривал к приобретению. Ну, новый МГЛ или как там он, в общем, вы поняли. Не приобрел. И даже как-то так, скажем, когда мне сказали, лучше возьми DC, потому что все-таки DC, Курада имею в виду, то я так как бы и хорошо. То есть не стал себя переубеждать, что нужно взять Бантама. Почему? Потому что дизайн Бантама мне, например, не очень нравится. А вот Курада классно нарисована. И, например, то, что меня тоже, кстати, всегда немножко отталкивало от Шаман, от мультов Шамана, это вот их фишка такая, что они клавишу, да, как бы смещают. То есть делают ее как-то так вот под наклоном к пальцу. Ну, мне лично визуально это не очень нравится. Здесь вот, например, у Курада круто сделана хорошая, то есть симметричная клавиша. И вот, ну, круто. То есть к дизайну Курады мне сложно придраться. То есть, так как мы все-таки глазами тоже любим, да, то есть нам должно нравиться то, что мы держим, ну, помимо тактильных ощущений, я считаю, что это очень важно. Вот. Что еще расскажу? Как я уже сказал, я сразу же поставил в КНОБы подшипнички. Здесь изначально стоят две втулки. Я поставил, заменил втулки на подшипники. Ну, отлично, конечно, сейчас крутится. Хотя, я думаю, еще раз катаются, еще будут круче крутиться. Единственное, что если будете то же самое делать, учтите, что понадобится регулировка шайбочками. Но вот прикол в том, что у меня, например, эта регулировка понадобилась в одном КНОБе. Во втором КНОБе и так как бы все хорошо стало и хорошо. То есть такой заводской люфтик, так скажем, остался, чтобы все крутилось и не поджималось. А во втором КНОБе пришлось маленькую тоненькую шайбочку подложить, потому что изначально люфт как бы после установки шариков, да, стал как бы, ну, излишним, то есть большим. Поэтому вот одна шайбочка и все окей. Шнурочек я сюда намотал недорогой. Это Синайтовский Монстр W8 или как-то так он называется. Коробочку забыл вот с собой, чтобы показать вам. Ну, там ставлю ссылку в описании или где-нибудь здесь что-нибудь приклею, чтобы было визуально наглядно. Кто-то в группе говорил, что он очень сильно линяет. Я, конечно, недолго сегодня покидал, порядка двух часов. Но я такого особо не заметил. И когда наматывал тоже. Мне кажется, что он линяет плюс-минус так же, как и мои остальные шнуры. Там, например, тот же самый Сайнлайн, Прошка. Вот, что там, Интэйч. То есть все вот это вот примерно линяет так же. Конечно, опять же, не могу сказать, хороший-плохой шнур. То есть надо покидать, побросать. И потом какие-то впечатления свои уже более прицельно скажу. А так, в принципе, первое впечатление неплохое. Кругленький. Может быть, по сечению чуть толще, чем 2.0 заявленное. Ну, это уже так особо мне, например, не критично. Я не особо придираюсь к этому. Поэтому разрывную нагрузку я не проверял. Там 30 либров я указанную. Да, ну, блин, даже если там половина от этого, то мне вот так вот за глаза. На шпулю этого шнура влезло около 100 метров. Но я мотал на сухую. То есть с насижением. Но на сухую не то, что я там бухал. А я имею в виду шнур не мочил. Вот. И сейчас на рыбалочке, то есть когда шнур намок, он немножко улегся более плотно. Но все равно я убрал где-то около 10, может 15 метров. То есть реально под заполнение, чтобы такое вот комфортное, как мне нравится. То есть я не люблю очень пустые шпули. Но, наверное, да, я сильно чуть изначально заполнил больше. Но я рассчитывал, что он больше уляжется. Вот сейчас мне нравится заполнение шпули. То есть это где-то, наверное, 85-90 метров максимум. И я считаю, что сейчас как бы шпулька заполнена так, как надо. Ну, в общем, так, как мне нравится. Еще одна важная вещь, которую просто нельзя не озвучить, это звук работы DC. То есть звук работы катушки при забросе. Наверное, самая обсуждаемая вещь. И разделила она людей просто кардинально на два противоположных лагеря, которые одним это нравится, да, одним просто тащатся от этого звука, другим кардинально просто режут по ушам. Куда же отношусь я? Ну, скорее к тем, кому понравилось. Вот, я скажу так, то есть звук он необычный, но вот мне прям по ушам не резало. То есть я, конечно, недолго кидался, это порядка, повторюсь, там, двух часов, но вот прям я никакого-либо дискомфорта не почувствовал, и даже наоборот, то есть вот так вот как-то прикольно. Вот одним словом скажу, интересно. То есть такой вот какой-то такой звук... Ну, очень интересно, то есть. Поэтому я, опять же, даже в этом моменте, в принципе, приобретением своим доволен. Чуть не забыл озвучить, с какими весами вот я сегодня ее пробовал, работал, и как она работала. В принципе, минимум у меня сегодня был 11 грамм, мне просто, ну, ниже воблера не было, да, и у Корзетест начинается от 10 грамм, поэтому смысла, наверное, нет. Вот, и заканчивал я 30 граммами. То есть это Ямато, вот с питом, вроде как 30 грамм, если я правильно помню, или 28. Но не суть. Поправлю себя, если что, в комменте. И она работала отлично. То есть от 10 грамм кидает катушка шикарно, комфортно, контролируемо, без каких-либо проблем. Ну, в принципе, по всем обзорам, видео и так далее, то, что я видел, она кидает и ниже. Поэтому я вот нисколько был, ну, не был удивлен. То, что те веса, под которые я рассчитывал от 20 грамм, начиная, она кидает вообще без каких-либо проблем и напряжения, то, в принципе, ожидаемо было. Поэтому такие дела. По верху, понятное дело, я там, я говорю, не грузил, да мне и нечем. То есть у меня самый большой, наверное, воблер, это как раз-таки вот прям 30 грамм. Ну, с ним она себя чувствовала комфортно. Почему я говорю комфортный заброс? И не говорит дальний заброс? Мне в катушке главное, наверное, не дальность заброса, а комфорт заброса. Потому что я не ловлю на каких-то там больших, огромных реках, крупных водоемах с берега. То есть в основном это лодка, если что-то покрупнее. На небольших реках, то, ну, как бы дальний заброс обычный не нужен. А вот как раз-таки точный заброс и комфортный заброс, вот это, да, это стоит в приоритете, у меня в приоритете. Ну, скажу точно, что за 30 метров стабильно бросало, и я думаю, даже за 40. Вот. Повторюсь, не замерял, даже оборотами как таковыми, ну, не считал. То есть, ну, не имеет смысла. Вот мне лично это неинтересно. 50, короче, 50 можно сделать. Да. Проверил специально для вас. Решил, что как-то так вот я не посчитал и решил досчитать. Да. Ну, то есть 50 можно кинуть спокойно. Ну, 50 оборотов. Считайте там сами, переводите. Я думаю, метров 40 спокойно повесит. Это не влаживаясь и в ту сторону против ветра. Так что, если поставить единичку и в безветренную погоду, я думаю, ну, 45 под 50, в принципе, можно будет кинуть. Наверное. Но это не точно. Продолжение следует... Так что, так есть. Поздравляю. Деньги. Как вам искать? Прошу? Как вам искать? Контрабас. Да. Нет? Нет? Нет. Контрабас. Контрабас. Так есть. Можно искать. Можно искать. Давайте остановимся. Хорошо. Прошу. Хорошо. Мне не нравится. Я вас к этому слову. Я в baseballку. Матюшка. Прошу – бутей. Матюшка. У этот кто их что-то. Аллiel recession. Ну к нам запят. Продолжение следует...